Здравствуйте, дорогие первоклассники! С нашей последней встречи прошло немного времени и вновь мы начинаем урок русского языка. Вот звонок нам дал сигнал, поработать час настал, так что время не теряем и работать начинаем. Встало солнышко давно, заглянуло к нам в окно, на урок торопит нас, новый наш урок сейчас. Ребята, я предлагаю вам разгадать загадки, а по этим загадкам вы поймете, о чем или о ком мы сегодня поговорим на уроке. Готовы разгадывать загадки? Внимательно слушаем и разгадываем загадки. Любит в луже искупаться, сочной травкой наслаждаться и на солнышке лежать, громко хрюкать и визжать. Ну, конечно же, не львенок, а капризный поросенок. Он высокий, он огромный, он похож на кран подъемный. Только это кран живой, с настоящей головой. Ребята, как вы думаете, о каком животном я прочитала загадку? И я думаю, вы все хором отвечаете, что это жираф. Вы разгадали две загадки, а эти загадки были про поросенка и жирафа. Ребята, вспомните, какая шея у жирафа? Верно, у жирафа длинная шея. Тема сегодняшнего урока – длинная шея. Сегодня на уроке повторим твердые и мягкие согласные. Вспомним, что такое ударение. Познакомимся с рассказом «Длинная шея». Ребята, что вы видите перед собой? Да, правильно, это лента буков. Сегодня мы с вами повторим твердые и мягкие согласные. Я хочу вас познакомить с двумя добрыми волшебниками города звуков – Тимом и Томом. Слушайтесь в их именах. Тим, Том. Произнесите каждое имя. Что вы заметили? Вслушайтесь внимательно. Какой первый звук вы слышите в имени Тим? Какой это звук? Твердый или мягкий? Характер у Тима такой же мягкий, как первый звук в его имени и любит все, что начинается на мягкий согласный звук. Например, есть им тифтели. С удовольствием. С удовольствием есть мед. Рисует только кисточкой. Какой первый звук вы слышите в имени Том? Какой это звук? Твердый или мягкий? Твердый. Том любит и всегда выбирает то, что начинается с твердых согласных. Любит томатный сок, носит пальто, любит пускать мыльные пузыри. Так как же называются согласные, которые любит Том? Твердые. Как называются согласные, которые любит Тим? Мягкие. Вы догадались, кто из них Том, а кто из них Тим? По цвету. Почему? Потому что мягкие согласные обозначаются зеленым цветом, а твердый – синим. Мягкий согласный звук – это тот звук, который мы произносим мягко. Всегда получается, если после согласного стоят буквы «я», «е», «ё», «ю», «и». Мягкий знак. Давайте прочитаем слоги с мягкими согласными. Твердый согласный звук – это тот звук, который мы произносим твердо. Всегда получается, если после согласного звука стоят буквы «а», «о», «у», «ы», «э». Давайте прочитаем слоги с твердыми согласными. ПА, БУ, СЫ, МО, ТЕ, ДА, ВУ, ГО, ЛА, НА, РО, ТУ. Ребята, перед вами слоги. А вы определите, в каком столбике мягкие согласные, а в каком твердые согласные звуки. Как произносятся согласные звуки в первом столбике? Твердо или мягко? Какие это согласные? На, ВО, РУ, ТЕ, МЫ. Твердые. Как произносятся согласные звуки во втором столбике? Какие это согласные? НЯ, ВО, РЮ, ТЕ, МИ. Мягкие. Какие гласные обозначают твердость предыдущего гласного? А, О, У, Э, И. Какие гласные обозначают мягкость согласного? Я, Ё, Ю, Е, И. Ребята, а давайте сейчас вспомним, что такое ударение. Ударение – это выделение голоса одного из слогов в слове. Внимательно посмотрите на следующие примеры. И обратите внимание, зачем нам нужно ударение. Например, кружки. На экране вы увидели кружки. А теперь вы видите, как мальчик с девочкой играют в шахматы. Значит, они ходят на кружки по шахматам. От того, что мы поменяли ударение в словах, эти слова изменились. И получилось новое слово. А теперь посмотрите на следующие примеры. Гвоздики – это цветок. А слово гвоздики – это то же, что и гвоздь. Но здесь их много. Ребята, а давайте теперь вспомним загадки, которые вы отгадывали в начале урока. О ком они были? О жирафе и поросенке. А сейчас мы прочитаем текст про этих животных. А текст называется «Длинная шея». В тексте вы встретите слова. Возможно, они для вас будут новыми. Так послушаем значение этих слов. Длинная. Посмотрите, первая линейка короткая. А вторая линейка – длинная. Ребята, а у кого длинная шея? Верно, у жирафа длинная шея. А шея – это что? А шея – это часть тела. Повторите это слово «длинная». А теперь посмотрите на шею поросенка. Какая у поросенка шея? Вы, наверное, отвечаете, что у поросенка короткая шея. Повторите это слово «короткая». «Меняться», то есть давать друг другу какие-то вещи. На картинке вы видите, что девочки меняются своими игрушками. Первая девочка отдает своего мешку, а вторая – свою куклу. Повторите, «меняться». Слово «дам» – это слово «дать». Я дам. А «отдай» – это слово «отдать». Ты отдай. На картинке вы видите, что Оля дает Антону яйцо. А слово «отдай» мы чаще используем, когда что-то просим нам отдать. На картинке вы видите, что Оля отдает свою куклу Асе и просит, чтобы Ася отдала мишку. Повторите, «отдай». Диктант – это письменная работа. Вы тоже часто пишете диктант. На картинке вы видите, что учительница диктует текст диктанта. Повторите, «диктант». Ребята, а вы видите, что Вова списывает у Амана диктант? То есть он смотрит, что делает Аман и делает так же. Это списывание. Списывать нехорошо. Повторите, «списывать». «Ответил». На картинке вы видите, что Асан хочет ответить на вопрос. Повторите, «ответил». Ребята, давайте вместе прочитаем все эти слова. Длинная, «меняться», «дам», «отдай», «диктант», «списывать», «ответил». А теперь послушайте этот текст. Длинная шея. «Давай меняться шеями», – сказал поросенок жирафу. «Я тебе свою дам». «А ты мне свою отдай». «А зачем тебе моя шея?» – спросил жираф. «С длинной шеей диктант на уроке списывать легче», – ответил поросенок. Ребята, вы прослушали текст про жирафа и поросенка. А теперь ответьте на вопросы к тексту. Как называется рассказ? Правильно, рассказ называется «Длинная шея». «Кто предложил поменяться шеями?» «Верно, это поросенок предложил поменяться шеями». «Давай меняться шеями», – сказал поросенок жирафу. «А что взамен обещал отдать поросенок?» «Свою шею». «Я тебе свою дам, а ты мне свою отдай». «А что?» – спросил жираф. «Правильно, он спросил. А зачем тебе моя шея?» «А что ответил на этот вопрос поросенок?» «С длинной шеей диктант на уроке списывать легче», – ответил поросенок. «А, все понятно, почему поросенок хотел поменяться шеями с жирафом?» «Чтобы удобно было списывать». «Хорошо, что поменяться шеями нельзя, ведь каждый должен учиться сам». А давайте поиграем в игру «Третий лишний». Среди этих животных найдите, кто лишний. Наверное, вы все ответили, что лишнее животное – это медведь. Мы прочитали рассказ «Длинная шея». В этом рассказе был жираф и поросенок, а медвежонка в рассказе не было, и поэтому он лишний. А теперь найдите схемы к словам «поросенок» и «жираф». И вы наверняка нашли, что первая схема подходит к слову «жираф», так как в этом слове два слога, и в слове «жираф» два гласных звука. А вторая схема подходит к слову «поросенок», так как здесь четыре слога, ведь в этом слове четыре гласных звука. Ребята, внимательно посмотрите на эти картинки. Животные стоят на своих местах? Нет, они перепутали свои места. Жираф – это дикое животное, поэтому он должен стоять вместе с медвежонком и белкой, так как они тоже дикие животные. А поросенок должен стоять вместе с коровой и лошадью, так как поросенок – это домашнее животное. Вот, а теперь все животные стоят на своих местах. На этом наш урок подошел к концу. Давайте вспомним, о чем мы говорили сегодня на уроке. Сегодня на уроке повторили твердые и мягкие согласные. Вспомнили, зачем в словах нужны ударения. Познакомились с рассказом «Длинная шея». До свидания, до новых встреч!